В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Построенные днем снесут ночью. Новый градоначальник распорядился убрать кофейню в центре Махачкалы. Вместимость более тысячи тонн. В Табасаранском районе построили новое овощехранилище. Открытый кубок Южного Дагестана. О соревнованиях по грэплингу, которые прошли в селе Хучни, расскажем в спортивном блоке новостей. Исполняющий обязанности мэра Махачкалы Резван Газимагомедов поручил незамедлительно демонтировать самовольно установленный павильон в центре города. Кофейня возводилась на территории сквера у памятника Финди Копиеву на проспекте Расула Гамзатова. Руководитель столицы заметил, что еще на днях, когда он проезжал мимо, объекта не было. На месте также присутствовал совладелец торгового павильона, который сообщил, что объект будет снесен сегодня, ночью во избежание транспортного коллапса. После диалога с главой Ленинского района, объект будет демонтирован. Будем заниматься сегодня ночью, чтобы не было никаких проблем по передвижению этого объекта на базу. Когда планируешься? Завтрашнего дня объекта не будет уже. А накануне Резван Газимагомедов осмотрел школы и детские сады столицы, в которых проходит капремонт. Первой локацией стало среднее образовательное учреждение номер 28. Основные работы здесь завершены. Осталось привести в порядок несколько аварийных помещений. Посетил градоначальник и детский сад номер 59, где в прошлом году был обновлен фасад здания. Благоустроена дворовая территория, а также заменена кровля. Представительная делегация мэрии осмотрела и другие объекты. По завершению объезда Газимагомедов поручил своим заместителям держать на контроле ход реализации программы по капитальному ремонту образовательных учреждений города. В селе Тенит Табасранского района открыли виноградно-плодо-овощное хранилище. Вместимость склада более 1000 тонн. В открытии объекта принял участие и премьер-министр республики Абдул-Муслим Абдул-Муслимов. В проект инвестировано более 80 миллионов рублей, из которых около 50 миллионов – это государственные субсидии. В помещении уже хранятся 20 тонн винограда. В многопрофильной детской больнице, по легенде, учение МЧС – крупный пожар. Спасатели проверили навыки ликвидации чрезвычайной ситуации и действий медиков в случае ЧП. В службу пожарной охраны позвонила медсестра, сообщив диспетчеру адрес и координаты. Не дожидаясь приезда спасателей, медперсонал начал экстренную эвакуацию пациентов. Пожар возник по причине короткого замыкания электропроводки в одной из палат кардиологического отделения. Прибывшие по условному сигналу пожарные подразделения приступают к разведке и тушению огня, одновременно спасая оставшихся в здании. Площадь условного возгорания составила 20 квадратных метров. Всего в учениях было задействовано 11 единиц техники и 44 человека личного состава. Аяты священной книги мусульман в современном и оригинальном исполнении. Замысел автора идеи примечателен тем, что он впервые объединил в одну виртуальную группу многих известных исполнителей нашидов. Наши корреспонденты увидели клип за день до премьеры. Слово Айши Тухаевой. Лечебные аяты Корана в современных технологиях. Такая задумка руководителя проекта «Гармония Корана» Марата Сайфуддинова воплотилась в эффектном исполнении виртуальной группы Ихсанлаб, в составе которой дагестанские исполнители нашидов. Наш проект называется «Гармония Корана. Руки». Мы применяем мультиголосое, многоголосое исполнение Корана в таком гармоническом формате, с заранее прописанными партитурами, что делает его проектом, который не имеет в сегодняшнем мире аналогов. Многоголосое исполнение Корана практикуется в странах Северной Африки, но исполняется там любителями. Гармоническое исполнение Корана профессионалами – явление новое. В проекте «Гармония Корана» 12 дагестанских исполнителей нашидов. Прежде всего у нас был не яд, было намерение изменить парадигму отношения мусульманского сообщества к нам, к мусульманам, к исламу. И нужны были какие-то новые формы, которые могли бы нормально восприниматься с сообществом. Поэтому мы решили уйти от разных архаичных методов изложения контента. И мы пришли к такому формату. Именно, во-первых, многоголосное исполнение со стороны звука, и, с другой стороны, это как бы визуальное оформление, которое, на наш взгляд, соответствует каким-то принятым мировым стандартам. Премьера клипа запланирована на 2 декабря. Пройдет она на YouTube-канале Ихсан Лаб. В создании клипа были задействованы инновационные визуальные технологии, посредством которых на экране метафорически передается смысл звучащего аята Корана. В нашем случае мы применили виртуальные галереи 3D-модели, куда мы поместили наших исполнителей. Unreal Engine – то самое решение технологическое, которое тоже послужило причиной вот такому визуальному оформлению, необычному. Синтез многоголосия в чтении Корана и использование оригинального визуала, по словам автора проекта, призвано вызвать интерес к прослушиванию лечебных аятов у мусульман. Первый выпуск медиапроекта «Гармония Корана» получил высокую оценку у экспертов в области медиатехнологии из арабских стран. Многоголосовое исполнение чтения Священного Корана – предмет обсуждения в разные периоды разных ученых и наиболее авторитетные ученые, в числе которых сам имам Ан-Навауи, такой метод исполнения чтения Священного Корана одобрен. Набор аятов Корана, который исполняется многоголосием, виртуальной группой их Сан-Лаб, называется «Рукья». Рукья – это комплекс определенных сур и аятов Священного Корана, обладающих лечебными и защитными свойствами, которые пророк Мухаммад, мир ему и благословение, практиковал и рекомендовал своим последователям. Айша Тухаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Обилие болевых и удушающих приемов. Около 150 грэплеров съехались в Табасаран. Там в спорткомплексе села Хучни впервые прошел открытый кубок Южного Дагестана. Цель турнира – развитие этого вида спорта в отдаленных районах республики. Какой уровень показали местные спортсмены, знает Курбан Рагимов. Все разнообразие борцовской техники и болевых приемов. Это открытый кубок Южного Дагестана. Впервые соревнования серии «Баттл Про» проводят в Табасаранском районе. На ковер во дворце спорта села Хучни вышли спортсмены разных возрастных групп. Дети, юноши, молодежь и взрослые. Именно выходцы из Табасаранского района проявили инициативу, попросили провести здесь турнир. Сказали, здесь бывает мало хороших турниров и нужен такой большой, хороший турнир. Мы решили провести, связались с главой. Он только был рад, имел огромную благодарность, что он нас поддержал, выделил такой зал, все, что нужно, все условия дал. Мы показали свой уровень проведения соревнований. Я думаю, в дальнейшем мы хотим сделать ежегодную здесь именно Хучни. И в дальнейшем, я думаю, уже соберется еще больше людей. Участвуют в основном жители ближайших городов и районов. Конкуренцию им составили также спортсмены из Махачкалы и из Бирбаша. Али Алибеков привез в Хучни команду из Дагагней. Подопечные тренера Universal Fighters выступают не только по грэплингу, но и в ММА. Здесь дружина Алибекова выиграла первое место в общем зачете и получила главный приз – 30 тысяч рублей. Мы приехали из Дагагней с огромной командой, с большой командой, человек 40 у нас выступили. Узнали о турнире, о турнире, то, что проводится именно рядом с нами. Аккуратно, красиво, четко провели турнир. И молодежь довольна, и тренера довольна. И особенно самое главное у нас – это судейство. Судейство вообще было шикарное. Призы шикарные. Таких призов у нас в республике. У нас проводится очень много турниров по республике, но подобные призы даются почти, ну там очень редко. Чем ближе в финал, тем жарче становится на трибунах. Награды оспаривают порядка 150 грэпплеров из 10 команд. За яркими баталиями на ковре наблюдают наставники республиканской сборной и ведущие грэпплеры страны. Гости турнира отметили хороший потенциал местных спортсменов. Как минимум на уровне республики Дагестана турнировки. Они могут выступать, их ребята. Но некоторых я и видел их на первенстве Дагестана. И хотелось бы, конечно, всех остальных тоже видеть, потому что они могут, смогут и достойно этого. Я, честно, видел борьбу у этих детей. Чем младше, они как взрослые боролись. Это очень редко увидишь. Такая именно борьба была не как бы в вольном стиле, а именно грэпплинг. То есть уходили вниз, снизу завязывали, боролись. Активная борьба, да, грэпплинга. Я уровень увидел их, достаточно высокий. Первый турнир по грэпплингу запомнится вселенодолго. Организаторы надеются, что для юных участников и зрителей соревнования станут отправной точкой при выборе именно этого вида спорта. Турниры серии «Баттл Про» здесь планируют проводить ежегодно. Курбан Рагимов, Мухума Мухумаев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Табасаранский район. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok